Поступил вопрос, предсказывает ли Коран или содержит ли он пророчество о конце государства, Израиль. Это очень интересный вопрос, но прежде чем ответить на него, примите, пожалуйста, во внимание то, что пророчество – это сложное понятие. В Коране говорится сложные аяты, которые требуют глубокого прочтения, расшифровки, анализа и синтеза. И Всевышний Аллах указывает на то, что истинное значение пророчества известно лишь Ему, Господу миров. Есть лишь незначительное исключение, которое подтверждает это правило. Те, кто глубоко и продвинуто погрузился в изучение наук, кто обладает техническими возможностями расшифровать, анализировать и синтезировать пророчества, только потом эти люди могут вывести свое заключение. И даже после вынесения своего заключения, они не уверены в том, что это произойдет на 100%. Истину знает лишь Всевышний. И в отношении того вопроса, который вы задали, относительно аятов о данном пророчестве, я сделаю следующее. Я приведу и расшифрую аяты об этом, а вы затем можете сами вывести заключение по воле Всевышнего. Итак, аяты, которые большинство ученых приводят относительно этого вопроса, это аяты суры Али Сра, также известная как сура Бани Исраиль. В этой суре Всевышний говорит следующее. Первое, на что необходимо обратить внимание, и этот момент необходимо учитывать на протяжении всей дискуссии по данному вопросу, то, что Коран был ниспослан пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям. И в продолжении, всем верующим. В этом аяте Всевышний говорит пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, о другом народе, а именно о детях Израилевых. Аят начинается со слов «ва-кадайна». Это слово «кадайна» в Коране используется в десяти различных вариантах. То есть оно проявляется в десяти различных значениях. Одно из этих значений – «повелевать». Это повеление может быть разного рода. Например, повеление на «таклиф», как это видно в следующем аяте. «Ва-кадай Раббука, аль-ла-та-абуду-илла-ия, ва-бил-валидей-ни-ихсана». В данном случае «када» относится к повелению «таклифа», то, что человек должен сделать. Но в обсуждаемом нами аяте это слово относится к «кадари», то есть Всевышний предписал этому случиться, то есть «так суждено» – это то, что должно произойти. «Илля бани Исраил» – «мы предопределили сынам Израиля в книге». Ученые полагают, что под словом «книга» здесь может иметься в виду «тора», поскольку это было их писанием. Таким образом, Всевышний сообщает пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, о том, что Господь предопределил данное событие народу Исраиля и сообщил им об этом в их книге. Или «мы предопределили сынам Израиля в книге», то есть имеется в виду «книга судьбы», туда, куда записана судьба и будущее каждого человека. Это книга «Умм-ль-Китаб», которую Всевышний хранит на небесах. Но независимо от того, где это написано, главное, что это событие записано. «Вы дважды будете бесчинствовать на земле и будете чрезмерно высокомерными». Когда рядом идут два момента, будете высокомерными, и при этом имеется в виду возвышение над другими и причинение им зла, насилия, и все это в очень большом объеме и количестве, эти два момента, соединенные воедино в своем зле, отличаются от обычного проявления зла. То есть то зло, которое совершает обычный человек, несопоставимо со злом в данном случае. Но когда эти два фактора соединяются вместе, это показывает, или это можно понять в следующем значении, дважды вам будет дано правление и авторитет на земле, и в ходе этого правления распространится зло и насилие. Затем Всевышний продолжает. При этом не описывая, как они достигнут этого положения, или что конкретно произойдет, Всевышний сразу переходит и говорит, «Фа-идэ-джа-а-ва-аду-у-ла-хума». Когда пришло к вам время наказания в первый раз, то есть не вдаваясь в детали, Всевышний сразу переходит к тому, что произойдет к концу их первого правления. «Фа-идэ-джа-а-а-а-а-ад, мурадиз, аниха-я-я, вас завал, – и tim- backbone к первого, крючка, или первого aunts, – Мы не спослали на вас своих рабов, сильных, обладающих большой мощью, то есть это не только те, кто является победителем на поле боя, но, как указывает Коран, которые прошли по всем местам и проникли в каждое жилище, чтобы убить вас. То есть это было их полным поражением. И обратите внимание, те, кто изучает данный вопрос, а также студенты, здесь не употребляются слова «ибадана» или «ташрифи». То есть здесь не имеются в виду благочестивые, особенные, праведные рабы и верующие. Вместо слова «ибадана», то есть слово, которое употребляется для особенных, благочестивых, праведных, искренних рабов, Всевышний использует слово «аннакера», то есть это рабы Всевышнего. Поскольку все создания на небесах и земле являются рабами Всевышнего, желают они того или нет. Но единственная их характеристика – это то, что они сильные и обладают большой мощью. Итак, когда наступил конец их первого правления, их ожидало поражение. И это поражение не было обычным. Жилища людей подвергались нападению, они испытывали огромное насилие в свой адрес. Если посмотреть с точки зрения истории, то во время правления пророка Дауда, алейхиссалям, возникла мощная иудийская цивилизация. Затем его сын, пророк Сулейман, алейхиссалям, или царь Соломон, как его еще называют, он унаследовал царство отца. Возникла огромная, мощная цивилизация с праведными и богобоязненными гражданами. И как следствие, с ними пребывала Божья благодать. Пророк Сулейман, мир ему, был сильным правителем. И как только он умер, возникла огромная пустота в государственном правлении. Не было личности, которая справилась бы с правлением, подобно Сулейману, алейхиссалям. В народе началось разложение, то и дело вспыхивали в стычки. Возникли две враждующие группы, распространилось зло и нечестие. И, как говорится в приведенном аяте, Всевышний направил на них представителей другой цивилизации. Приходили вавилоняне, персы, римляне. Когда пришли вавилоняне, так и говорилось в аяте, им не хватило сражения на поле битвы. Они проникли в жилища сынов Израилевых и захватили их. Они даже сожгли храм Сулеймана, забрали в Вавилон людей в качестве рабов. И на протяжении 50 лет они так и не могли вернуться к себе на родину, в построенное ими государство. Затем Всевышний говорит, здесь немного технических моментов, проследите, пожалуйста. Так было выполнено наше обещание наказать вас. Итак, Коран был неспослан пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, 14,5 веков назад. И в то время пророку Мухаммаду, саллиллаху, алейхиссалям, было сообщено, что период их первого правления уже прошел. То обещание, предначертанное им, уже осуществилось. Послушайте, пожалуйста, следующий аят. Всевышний Аллах говорит, и помните, что Коран для мусульман, он неспослан пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, для всех верующих. А значит, речь Всевышнего обращена к мусульманам. Итак, Всевышний Аллах затем говорит, «Затем мы помогли вам победить их». То есть Всевышний даровал победу над теми, кто нанес поражение сынам Исраилевым. Это были вавилоняне, римляне и персы, которые пришли и одолели сынов Исраилевых. Исраилетяне так и не смогли одолеть римлян, персов или вавилонян. Но их поражение, этих цивилизаций, было предписано осуществить мусульманам. Таким образом, Коран говорит, обращаясь к пророку Мухаммаду, алейхиссаляту вассалям, хотя на тот момент не было войны с римлянами или персами, но Всевышний являет свое чудо и провозглашает мусульманам о том, что он дарует им победу. Он поможет им одержать победу над теми, кто когда-то поразил сынов Исраилевых. Имеется в виду народы римлян и персов. Итак, мусульмане покорили римлян и персов. А затем Всевышний говорит, «Мы даровали вам богатство и сынов и сделали вас народом более многочисленным». И примечание для братьев, а также для ученых, кто занимается исследованием, и кто считает, что данный аят относится к сынам Исраилевых, то надо сказать, что сыны Исраилевы так и не стали актаранасиира. Они никогда не были самым многочисленным народом. Даже сегодня их число незначительно, по сравнению с другими народами. Пророчество сбылось. Большинство арабских стран владеют нефтью, экономика этих стран процветает, часть ресурсов исламских стран уже обнаружена, часть еще скрыта. И, хвала Всевышнему, численность семей мусульман значительно превышает число семей немусульман. Обычно у мусульман принято иметь большие семьи. Мы считаем, что в этом есть благо, и мусульмане склонны к большим семьям, руководствуясь хадисом пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям. Да, благословит Всевышние семьи всех мусульман. Амин. Поэтому актаранасиира – это мусульмане, их число сегодня превышает 2 миллиарда человек. Именно об этом говорит Всевышний. Мы сделали вас народом более многочисленным. При том, что когда данные аяты были неспосланы, в Мекке, в Медении, на Аравийском полуострове было лишь несколько тысяч мусульман. Затем Всевышний Аллах дает прекрасный совет. Всевышний даровал им богатство и детей, численность их народа выросла. Он даровал им победу над персами и римлянами. А затем Всевышний говорит, мы сказали, если вы творите добро, то поступайте во благо себе. То есть, если вы творите благое, то история запомнит вас хорошими, люди будут хорошо вас вспоминать. Всевышний будет доволен вами. То есть, если вы поступаете хорошо, то вам же лучше. А если вы будете совершать злодеяние, то этим только навредите самим себе. А теперь послушайте внимательно. Всевышний Аллах обещал им два правления. О первом Всевышний уже упомянул. Затем Всевышний рассказал о судьбе мусульман. А затем Всевышний сразу переходит к рассказу о конце их второго правления. И это еще одно чудо Корана. Во время пророка Мухаммада, алейхиссаляту ассалям, не было никакого упоминания и даже намека на то, что сыны Исраилевы соберутся вместе и сформируют государство. Ничего из этого. Но Коран говорит о двух периодах их правления. Первый уже завершился. Теперь речь идет о втором. Когда было образовано государство Израиль, это было осуществленным пророчеством. Затем это государство стало сильным. Израилетяне даже не осознают, что это событие стало осуществлением аятов Корана о двух периодах их правления. В Коране используется слово Всевышний не говорит К примеру, как мы говорим «первый и второй», но Всевышний так не говорит. Он говорит «первый и последний». Даже в этом проявляется бесконечная мудрость и красноречие Всевышнего Аллаха, Господа Миров. Итак, у них будет первое правление и последнее правление. В данный момент длится их последнее правление. Это происходит впервые в истории после правления пророка Сулеймана, мир ему. После того разрушения зла, которое началось после его правления, впервые у сынов Исраилевых есть правление и свое государство. Итак, Коран сразу переходит к описанию признаков конца их последнего правления. Здесь не говорится о деталях формирования их государства. Всевышний говорит «Когда же наступил срок последнего обещания?» Не забывайте, что это пророчества, то есть аяты, сообщающие о том, что произойдет в будущем, и в данный момент мы рассматриваем их значения с технической точки зрения. Это не призыв к действию, это не антисемитские понятия. Это не тот случай, когда некоторые глупые люди желают взять на себя слишком большие полномочия. У нас просто академическое обсуждение данных аятов и да наставит нас всех Всевышний на истинный путь. Аминь. Итак, в аяте говорится «Когда же наступил срок последнего обещания?» Нации приходят и уходят. К примеру, в прошлом столетии существовало такое государство, как СССР. Оно занимало огромную часть поверхности Земли. Его обоялась Америка и другие страны. Но сегодня карта мира изменилась, и на этой карте нет СССР. До этого была Османская империя, и она завершилась. То есть государства, империи приходят и уходят. Это нормальный процесс, таков обычный ход событий жизни. Итак, в Коране говорится о конце второго правления, и здесь приводятся следующие признаки этого конца. То, на что следует обратить внимание, которые указывают на конец их второго правления. Послушайте внимательно. Среди признаков конца их второго правления, то, что лица людей будут опечалены, их ввергнут унижению. Когда лица мусульман, которые являются местным населением Палестины, будут опечалены, это один из признаков их близкого конца, конца последнего правления сынов Исраилевых. Второй признак. И последствием будет то, что они войдут в Иерусалимскую мечеть, имеется в виду мечет Аль-Акса, и разрушат ее, точно так же, как они вошли в нее в первый раз. Здесь важно отметить один красивый момент. Обычно наши иудейские братья не заходят в мечеть, или даже в то место, где располагается стена плача. То есть они приходят туда, но не в таком количестве, как того можно ожидать. Туда приходят лишь некоторые из них, но подавляющее большинство не идет туда. Возникает вопрос, почему? Дело в том, что с религиозной точки зрения они в состоянии ритуальной нечистоты. Они полагают, что если кто-то коснется мертвого человека, то у него портится омовение. Или даже если они тронут человека, который касался мертвого, то все равно наступает состояние ритуальной нечистоты. И поэтому они не могут идти в место, которое они считают священным. Поэтому им необходимо очиститься, им необходимо пройти процесс очищения. Согласно их убеждениям, процесс очищения связан с красной коровой. Как обещано в Библии, она должна быть заколота. Ее прахом они будут очищены от нечистоты. И только потом они могут войти в храм или мечеть. Много лет они искали эту красную корову с тем, чтобы провести эту церемонию очищения, и чтобы потом войти в храм, или как в Коране это называется, мечеть. И в итоге, только сейчас они нашли эту корову. И, как я полагаю, план заключается в следующем. Теперь, когда они нашли корову, согласно всем характеристикам, нужной породы, цвета, чтобы она никогда не имела телят, когда все эти факторы, важные для них, были учтены, что произойдет теперь? Я полагаю, это мое личное предположение, я могу ошибаться. Я думаю, пройдет большая церемония с огромным количеством людей, когда прибудут наши иудийские братья со всех концов мира. Они прибудут в Байт-Уль-Мукаддас для этой процедуры очищения. И они войдут в храм в большом количестве, как они вошли туда во время правления пророка Сулеймана, алей-иссалям, и других пророков до этого. Итак, в аяте говорится, что второй признак это они войдут в Иерусалимскую мечеть. То есть, второй признак пророчества об их последнем правлении будет осуществлен. И третий признак. И они разрушат ее точно так же, как они вошли в нее в первый раз. Мы видим сегодня нечто похожее, как они разрушают многоэтажные здания в Палестине и Газе. Они посылают ракеты, и здание полностью обрушивается. Точно как говорится в пророчестве, они стирают с лица земли все, что возвышается над землей. Есть одна интерпретация данного аята, что они разрушают все, что было построено до периода их правления. То есть, будет множество разрушений и уничтожений. И в качестве подтверждения второго признака конца их правления, мы находим в конце сура аят, в котором Всевышний говорит, «Когда наступит конец последнего правления, мы соберем их со всей планеты». Сейчас в Израиле они и так уже собрались из Европы, Америки и из других частей света. Сыны Израилева собрались и живут там. Но я думаю, будет массовое огромное собрание, когда они захотят принести в жертву ту красную корову. И это подходит под значение следующего аята. Мы соберем вас с разных частей. Вот на это пророчество ссылаются ученые, когда речь идет о периодах первого и второго правления сынов Израилевых. Я прошу Всевышнего, чтобы это стало ответом на ваш вопрос. И прошу прощения, что ответ занял так много времени. Ассаляму алейкум. Продолжение следует...